Сегодня в Архызе завершили соревнования второго этапа чемпионата России по горнолыжному спорту. В них приняли участие спортсмены из самых разных точек нашей страны в течение трех дней. По разным дисциплинам были выявлены самые сильнейшие подробности у Мурата Джанкиозова. За эти несколько дней Архыз предстал перед участниками во всей своей красе, словно оправдывая свое название, которое переводится как «красивая девушка», погоду удивляет капризами, яркое солнце сменяется внезапными порывами ветра и снегопада. Через несколько минут вновь играет солнце на заснеженных склонах, радуя гостей своим великолепием. Великолепная организация соревнований, ну как будто в Европе побывали. То есть мы много ездим по всяким курортам горнолыжным и можем сравнить где-то с одним из лучших курортах, вот как во Франции. В заключительный день чемпионата проводилась слаломная попытка комбинации, а накануне выявили сильнейшего в супергиганте. Вопрос, что лучше, лыжи или снога? Лыжи. Почему? С детства стало, вот так получилось. Папа поставил на лыжи. Поэтому лыжи. Всю необходимую помощь в организации и проведении чемпионата предоставили республиканские службы и акционерное общество курорта Северного Кавказа. И эта работа будет проводиться на постоянной основе. Сегодняшнее мероприятие, это чемпионат России по горнолыжному спорту, лишний раз доказывает нам, что всем, что Архаз развивается, что гостей много, пожелать всем участникам, которые победители, участникам новых побед, новых свершений, чтобы они еще выше поднимали имя Российской Федерации. Наши гости курортов, они катаются днем, но вечером они все задают вопрос, что у вас можно сделать интересного, хорошего. И здесь мы серьезно над этим думаем. Есть у нас большие планы по строительству здесь универсальных концертных площадок, которые позволяли бы здесь проводить крупные мероприятия. Победители и призеры в торжественной обстановке наградили грамотами и призами. Горнолыжница из Подмосковья Александра Прокопьева стала лучшей в своем классе. Среди мужчин итоговую победу одержал Алексей Овчинников. Я тут не первый раз, мне нравится здесь очень. Как раз для чемпионата России подходящий по уровню склон. И снег хороший, жесткий. Подготовка, трасса была великолепная, отличная. А сам склон немножко ниже уровня, я думаю, чем на Кубке мира, но тем не менее все равно может поконкурировать с соревнованиями Кубка Европы точно. Не обошлось и без подарков. Традиционные папахи и бурки украсят гардероб руководителей Федерации горнолыжного спорта России. Вы знаете, в подготовительном этапе были определенные сложности. Ну, а где их не бывает, да, в сегодняшнее время. Но тем не менее руководство республики откликнулось на наши предложения, наши просьбы и сделало все возможное и необходимое для того, чтобы эти соревнования состоялись. Также хотелось бы сказать большое спасибо акционерному отчеству курорта Северного Кавказа «Архысь», которые предоставили возможность проведения на своих трассах этих соревнований. Несмотря на сильный снегопад, для участников чемпионата и гостей курорта артисты Республиканской госфилармонии показали концертную программу. Мурат Сантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкисия.